всем привет мы с вами находимся сейчас на самой верхотуре колокольни сан-марко на ее обзорной площадке колокольня как мы помним находится на площади сан-марко и отсюда открывается прекраснейшие виды на венецию вот сейчас мы смотрим на купола собора сан-марко дальше у нас по ходу квартал костелло и вот это вот видите торчит колокольн к похожие на ту с которой мы сейчас снимаем это колокольня монастыря сан-франческо да и винги то есть святого франциска виноградников там во дворе выращивают виноград а фасад сделан сделан архитектором андреа палладио сейчас мы смотрим на другой по фасад белый такой видите с полукругами это сан-закарье церковь этот фасад прижит архитектору мауру кудусси чуть левее чуть левее наклоненная башня это колокольня православного храма сан-джорджо да и гречи а за ней с такой луковкой это сант антонин это деконсекрированная церковь которая открывается только для каких-нибудь бинальных событий когда и он под это арендуют значит вот здесь мы видим здесь мы видим белую башню это у нас санта-мария формоза за ней такая здоровенная длинная дура с куполом это джованни и паулю доминиканский собор 14 столетия а сзади вот это вот полоса зелени это остров мертвых сан микеле позади которого мы видим остров мурана такой без высоких и примечательных построек вот здесь набережная славянская реда из к его не уходит к садам арсенала за ними за на к острову санта эллина вот здесь вот мы видим арсенал на заднем плане переместимся к следующему окну если пустят нас конечно следующее окно здесь в общем более или менее видно все то же самое включая включая фасад мало руку дусе и гречи и святого антонина и дворец дожий его внутренний двор и набережную смотрим мы все в ту же сторону что и в предыдущем окне вот обратите внимание на вот эту вот здоровенную дуру с кирпичным фасадом и одним и одним окном вот сейчас прямо она по центру вот она левее от колокольни сан-франческо дельвини это у нас деконсекрированная романская базилика сан-лоренцо который проблема что в ней снят пол поэтому ее даже подбиенальные события к сожалению сейчас уже не арендуют а там между тем похоронен марка пола и вообще это совершенно гигантская такая дура очень красивая очень красивая очень страшная с какой-то стороны вот мечтаем что я когда-нибудь доремонтирует и можно будет попасть а вот тут вот мы видим фасад сан-марко насколько его вообще отсюда видно вверх этого фасада и вот галерея с конями в анконе всего за 5 евро можно погулять вокруг них переместимся к более южным окнам где уже виды открываются на лагуны острова не пропустим мемориальную доску о том что галилео галилей вот здесь вот 21 августа 1609 года в день оккупации чехословакии показывал дожу как пользоваться телескопом форма оказался не в коня дож телескопом пользоваться так и не научился но галилео галилей как мы знаем уцелел со всеми своими еретическими представлениями сейчас мы смотрим на остров сан-джорджо-маджиора смотрим на него через решетку сейчас попробуем засунуться смотреть на без решетки остров сан-джорджо-маджиора находится одноименный монастырь фасад паладианский не случайно потому что построил этот собор андреа паладио вернее обновил собор то на самом 10 века в 10 веке дож венеции и олигарх мемо подарил деятельному священнослужителю который венец и оберран местным святым подарил ему весь этот остров под монастырь который начинал уже к тому моменту затеваться вот вы видите пролив между островом сан-джорджо-маджиора и островом джудека вот на этом краю острова джудека находятся две достопримечательности это отель чаприани и штаб-квартира гвардия де финанса налоговой полиции с большим количеством крейсерских катеров с помощью которых эта полиция гоняется за контрабандистами вот церковь такого паладианского вида это еще одна постройка андреа паладио в венеции это церковь витале а дальше мы видим но плохо различаются различные острова каждый из которых заслуживает отдельное посещение но но это надо хорошо бы иметь свою лодку пересмотрим вниз мы видим пьеце тусан марку видим припаркованные там гондолы гондолы видим палаццо видим левую колонну с крылатым львом святого марка правую кого с человек стоящий верхом на крокодиле это святой феодор предыдущий покровитель венеции санту дотодара венецианский местный святой который гондол шел крокодила спас девушку и принял мученическую смерть уже без помощи крокодила и дальше тут еще можно посмотреть направо смотреть на запад и увидеть точку таможни с которой мы снимали прошлый раз как вы помните на ней прямо непосредственно стояли и снимали панораму вокруг теперь мы смотрим на нее сверху вот видим этот садик это джердинетти под окнами вице-короля и австрийской императрицы сиси впоследствии вот здесь вот крыша библиотеки святого марка библиотеки махчана который находится сейчас прямо под нами ссылки на мои ролики просто нужно зайти в мой facebook и крутить назад ролики мои просто так и обозначаются как выложено в аккаунте видео здесь у нас уже получается чуть более подробный вид на остров джудека но мы попробуем еще чуть-чуть сместиться обратите внимание происходит ремонт телескопа телескоп это кормилец этой колокольни поэтому невозможно допустить чтобы он не работал его если вдруг он что-то плохо показывает его немедленно же придут и отремонтируют вот мы переместились на пару окон и здесь уж надо бы выглянуть потому что начинаются совсем другие виды начинаются западные виды это вообще другая история значит во первых мы здесь видим пьяца сан-марко вот эти вот столики принадлежат кафе флориан в котором казанова выпил свою последнюю чашку кофе после побега из тюрьмы племби и перед перед чем как покинуть венецию напротив кафе флориан находится такое же дорогое кафе квадри прямо по курсу у нас находится вход в музей коррер музей коррер который занимает вот и это крыло и вот это крыло и вместе с библиотекой марчана соответственно тут мы наконец получаем хороший вид на церковь санта мария доль салюты и на закат которого сегодня как всегда не будет вот мы смотрим сейчас с вами на запад мы видим желтую здоровенную дуру это театр для финичи позади него колокольня которая отсюда кажется прямой а на самом деле она кривая это та самая колокольня которую на беду выправил аристотель фиараванте за что заплатил впоследствии постройку успенского собора кремля из мертвых тюрьме ну и сзади позади вот этой колокольни выплывают расписные семипалубный круизный катер заканчивает свое пребывание в венеции торжественно это значит что хомячков уже всех собрали и погрузили на борт и сейчас этот катер то есть этот семипалубный океанский лайнер торжественно с одним буксиром спереди и одним буксиром сзади потому что ему нельзя включать свой собственный двигатель он сейчас радостно проплывет проплывет мимо сан-марко пугая глубей и детей и а от повернет к ледо и исчезнет из лагуны и отправится в плавание дальше на восток следующей его остановкой будет наверное какая-нибудь греческая республика перемещаем обзор перемещаем обзор севернее и сейчас мы уже смотрим на гигантский собор с колокольней не знаю вам не так все контрастно конечно как мне но это санта мария глориоза да и фрари это другой берег другой берег большого канала фрари это самый с какой-то точки зрения главный собор венеции ну по крайней мере по количеству искусства которые там есть в разных его отсеках пределах часовнях и так далее во фрари обязательно побывать каждому кто был венеции она даже на такого тупого и бесчувственного человека как марк твен произвело огромное впечатление он захлебывается в восторгах хотя в общем и целом конечно венеция на него американского позитивиста большого впечатления не произвела бросаем прощальный взгляд на реденторе то есть на церковь искупителя построенную палладию в связи с избавлением от чумы смотрим на санта мария салюта еще раз который построена бальдесара лангена и учеником скамоции построившие эти прокурации который был учеником палладию и перемещаемся на чуть-чуть более на на север медленно медленно вот нам видно вот эту вот колокольню театр финича который колокольник который упрямлял фиаравань и вот там вот я не знаю увидите ли вы это но мне-то это видно очень хорошо лестница дворца конторини дель боулю конторини улитка вот у нее такая серая серая полу полукруглая крыша такая вот у него крыша это такая дарин дель боулю это такая спиральная лестница ну конечно же пока я не выложу hd конечно нет никакого шанса что вы ее увидите вот еще раз смотрим пьяца сан марко сверху но это довольно однообразное зрелище скамоции как палладианец естественно все сделал очень регулярно симметрично хотя если вы будете внимательно рассматривать колонны чего отсюда сделать нельзя вы увидите что представлены все три ордера у этих колон на каждом уровне свой ордер колон то есть тут такая вот просвещенная эклектика ужасно интересная и занимательность значит вот вот это вот остроконечная островерхая колокольня коричневого кирпича и вот такой потемневший серый потемневшие серые задняя сторона собора это вы мне не поверите что это такое это то что иосиф броски назывался самым деятельным фасадом в венеции это святой моисей у него белый барочный фасад уставленный роскошнейшими скульптурами скульптурными фигурами а сзади видите он выглядит как такой гребаный сарай это удивительно но в принципе мало кто предполагал что святого моисей возьмутся рассматривать сзади поэтому тут происходит такая совершенно потемкинская деревня еще раз пытаюсь показать вам лестницу эту спиральную конторини дельбоуну вот она вот сейчас вот находится ровно в самом центре кадра это вот спиральная лестница с недавнего времени открыли пускать по билетам можно посмотреть ну и фрари опять же у нас на мерцают значит мы продолжаем двигаться на север и скоро уже это будет северо-восток более или менее нам видно все то же самое что и было видно только вот там вот там вот уже тронкет то стало видно то есть это то место где заканчивается заканчивается у нас транспорт весь колесный где надо оставить машину или вывести из автобуса вывести из поезда и приступить к пешему исследованию сейчас нам чуть-чуть освободят какой-нибудь щель и мы не просунемся вот мы смотрим на север мы смотрим на север на север у нас находится железнодорожный вокзал и вот вы видите вот на горизонте за косая линия пересекающая воду это построенный с одной стороны австрийцами в 1846 а с другой стороны муссолини в 1932 он т.д. либерта мост свободы то есть австрийцы построили мост железнодорожный чтобы можно до вокзала добраться а муссолини пристроил две асфальтированные полосы по которым колесный транспорт может добираться до венеции а сейчас по нему еще и трамвай ходят значит вот мы уже начинаем снова видеть мурана и снова начинаем видеть остров сан микеле чтобы начать что мы скоро пройдем полный круг вот здесь под нами вот торре дэлорологио башня курантов на которые стоят два мужика и долбят колокол напротив фасада церкви сан-марко значит урлоджио это фасад того же мауру кудуси который делал делал сан-закарию делал фасад церкви монастыря сан микеле и много всего другого красивого главный вход сан-марио формоза очень много всего делал прекрасно обратите внимание не здесь нигде либо еще вам не будет виден большой канал то есть вы смотрите на венецию и у вас ощущение что никакого большого канала здесь нет что нам померещился и вообще никакого нет даже способа мне вам объяснить где на самом деле большой канал тут располагается значит башни вот это вот перед нами коричневого цвета у воды это мадонна дэлорто огородная мадонна а вот этот вот интересный комплекс на горизонте у воды это джезуити то есть церковь иезуитов вот тут краем уже торчит мурана основа мы смотрим с вами на белую белую колокольню от санта-мария формоза за ней следом дживани и паула напротив санта-марии формоза такой двускатной красной крышей белое здание это дворец руцини который находится на площади санта-мария формоза а прямо напротив этого дворца то есть левее это вы сможете пересмотреть в hd находится та альтана с которой делаются мои репортажи с крыши если вы признаете эту точную точку еще раз посмотрим на фасад тора для лороджио вот это вот квартал сан-марко а вот это вот все что с этой стороны цирка стелло кастелло так называется в честь большого вала который находился на набережной защищал венец от нападения пиратов справедливости ради надо заметить что никакие пираты не проверяли его никогда на прочность то есть он был бесполезен и поэтому он рано или поздно был убран вот вы видите под башней на горизонте с мадонны де лорто большую такую будку коричневую это давно деконсекрированная аббатция для мизерикордия аббатство милосердия которое с тех пор на деньги человека который впоследствии стал мэром венеции было отремонтировано отреставрировано и через выходные откроется для посетителей это огромное здание и очень было грустно видео заколоченным и сейчас она наконец снова функционально вот мы смотрим еще раз на мост свободы и перемещаемся дальше в сторону востока где более или менее наш полный круг и будет замкнуть осталось одно или два окна сделай ручки или прекрасно закончил же ни одного осталось одно окно примерно или полтора да да заканчиваем вы помните сколько здесь было окон если остались последние то считайте что все и так последние на сегодня окно еще раз мы смотрим на наш любимый костелло смотрим еще раз на смотрим на чистовую башню на крыши костелло на урана вдалеке на угол угол святого марка по-прежнему не замечаем нигде большого канала его можно попробовать заметить по ориентации некоторых домов которые рифмуются в своей реализации смотрим на прокурации святого марка это кафе ла вена это любимое кафе рихарда вагнера впрочем он это уже сделал причем в Венеции и еще раз смотрим смотрим чутка на восток то есть на арсенал и на восточную оконечность костелло где находятся острова сан пьетро санта эллина и дальше уже совсем-совсем вода на это бросаем прощальный взгляд на флагштокио площади самарко на лагу в районе аэропорта и на этом пора нам прощаться а мне ехать вниз чао удачного вам дня увидимся